Друзья, привет всем! Канал Парадайз. Меня зовут Никита. Кто уже знает меня, тот уже, наверное, и знает нашего постоянного гостя на нашем канале. Саша! Он опять переехал. С три месяца. Да, прошло... Сколько ты уже здесь? Три месяца. Вот, переехал вот в этот дом. Сейчас он расскажет нам, сколько у него стоит, вот здесь новая его квартира, почему вообще переехал, ну и поделится впечатлениями новыми, да? Уже три месяца, да, получается, здесь? Три месяца в режиме. Столько, говорит, всего произошло за три месяца, да? В общем, друзья, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал и поехали. В общем, смотрите, друзья, это у нас конец Махмутлара. До этого Саша жил тоже в Махмутларе, но чуть туда, поближе к этому рынку, да? Да. Это у нас конец Махмутлара, вон там, видите, уже вот это Каргиджак у нас, район следующий. Где-то примерно здесь Махмутлар у нас уже заканчивается. Вот такая у них здесь золотая арка. Ну, пойдем. Красиво. Посмотрим. Давай сразу скажем, сколько стоит, да, чтобы это не томить. Давай, чтобы томить 2000 лир. 2000 лир и 2 плюс 1 у вас? 2 плюс 1, да. Квадратов 100. Айдат входит, интернет входит. Ага. Ну, все, электричество, воду. Метров 120, наверное, да, где-нибудь? Вода, соответственно, сколько мне известно, сейчас она бесплатная. А, да? Да. А, да ладно. Серьезно, а мы ждем все этим всем домом. Где у нас эти чеков, чеки не приходят за воду? Получается, воду сделали бесплатной? Да, так же сегодня в офисе, когда я был, когда мы снимали в квартиру. Я пришел, и там тоже, а где чеки? Я говорю, так нет. Ну, будет. А у меня шутит сосед, простили, говорит нам, что ли, действительно, простили. Вот это меня впечатлило, что же прикольно. Это, это, как они называются? Помнишь, такая была раньше штука со светящимися? Ну, на стол ставишь? Да, 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 я понял. Ну, вот тут, ну, тут, видишь, здесь есть горит, а тут не горит. Ага. Ну, и лифт, пол здесь вообще, да, чтобы впечатлить. Пол шикарный, да? Шикарный. Шикарный. Лифт тоже с подсветочкой, но здесь нет панорамного вида, то есть там был панорамный вид, соответственно, с балкона. Ага. Поднимаешься, прям горы, ну, видно все. Понял, понял. 2000 лир, это по нынешнему курсу, я что-то сегодня смотрел, 10 рублей 25, где-то 22 там. 22 там от силы, да? 21 где-то тысяча. Еще, да, туда входит, интернет у тебя даже и входит. Да, здесь вообще интернет. Ну, скажу сразу. Причем летом, да, ты снимаешь? Летом. Ну, только на курсе, да, да, да. Ну, то есть, сейчас уже сезон начался, несмотря на это, да? Мне же повысили аренду и плату, у меня было 2000, стало 2300. Ну, за то, что я не съехал 1 мая. Так что, вообще, хорошее. Ну, ты несколько, да, смотрел всяких разных предложений, и за 1000 лир там что-то наценил. Слушай, мы за 1300 находил, я сам ходил, смотрел. А что, не так? Такие гетто-золы, исходя. Гетто-золы, да, все-таки гетто. Да, да. Я вообще, такая история интересная, с ключом у от одной квартиры. Ага. Прихожу, просто за ключом, скажем, вот там она передаст вам ключ, я беру ключ, иду смотреть, но мне сразу сказали, этот ключ обратно не приносит с ней. Если вам не понравится, придет следующий, кто посмотрит, у вас один ключ, и дальше смотреть. Ага. То есть, ключ, грубо говоря, просто, да? Это вот этот за 1300 лет? Да, это за 1300. Ключ просто есть. То, что цена, да, хорошая? Спрос большой? Ну, да. Ну, там нам все снаружи мне еще понравилось. Так, ну что там, все готовы? А, нет, мы здесь. Так, где команда? Привет! Все такие нарядились, как принцессочки. Так, что-то я уронил уже. Где-то она поздоровался. Да, она уже с балкона мне кричала. Привет! Так, ладно, друзья, сейчас мы разуемся и покажем вам квартиру, да? Так, вот они, мои подписчики, самые главные. Это Аня у нас. Так, ну что, начнем легкий обзор. У вас, слушай, тут огромный такой коридор, кстати, что вообще редко, если думаю, что не так, что-то зашел сразу в коридор. Обычно вот на кухню заходишь. Так, ну что, начнем с кухни-гостины. Вот она, смотрите, большая кухня-гостиная. С окном. Многие хозяйки мечтают о такой кухне, чтобы окно было почему-то. Ты тоже, да, тебе нравится такая? Вообще, это просто идеал. Можешь посылки, смотришь. Поглядываешь, да? И светло. Вот это вот особо классно, что не надо никуда наливаться, что это посыпло. А, ну да. Вообще классно. Да, ладно, самая фишка еще вчера была петли пирожки. Ага. Смотрите, они как живые все-таки. Ты не пробовал? Нет. Да я все. Не, а что, из теста слоеного. Красно, да. Там вообще легко. Нарезаешь, подкладываешь, они такие прям поднимаются. Вкусно получше. Вкусно? А, нет, вот попробую. Так, так. А, ну хорошо. Так, колодильничек у вас вся тут все, что... У меня микроволновки, кстати, даже нет. А, ты что говоришь, Саша, боль. Если квартира здесь... Тоже, да, не было? Да, здесь нет. Микроволновка, блин, вообще. Так, и смотрите, вид. Сегодня у нас немножечко пасмурно. Но ничего. Вот здесь, как Саша поясняет, будет скоро новая аллея. Будет красота прогулочная такая будет. Зона отдыха. Вот такой балкончик у них большой. Всегда они молодцы, делают краник, делают вот этот слив, что можно взять и помыть балкон с какой-нибудь. Бассейн откроют ближе к сезону, да? Когда у нас все-таки сезон начнется. Ну, такая вот территория. Там, видите, беседочки. Там еще беседочка. Аквапарк. Я горку хочу протестировать. У вас здесь... Да, да, да. Я тоже хочу. Тренажерка у вас, зимний бассейн, да? Да, можно опуститься, посмотрим. А, можно будет, да? Ну, мы посмотрим, не сможем. Зайти можно? А вот зайти, посмотрим по месту. Так, ничего она там? Да, ничего. Здесь, слава богу, балконы такие безопасные. Ага. Су, иди сюда. Так, 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 так. Так, и еще у вас, получается, две спальни, да? Да, получается, две спальни. Одна побольше, соответственно. Ага. Да. Ну, одна, так, для работы, как мини-офис. Так, вот это, где-то... А, вот здесь у тебя мини-офис, да? Да, да, да. Ага. Так. Так, что классно, вот, говорю, лежишь, небо вообще, луна светит. Я просто, тут уже за буквально несколько дней мы уже находимся, два-три дня, и мы уже и дни, я не буду насмотрелся столько. Там же, ну, ничего такого вообще, почему-то дни, там еще как-то была сторона. Короче, тебе нравится, да, все? Пока, да. Слушай, пока все. У нас здесь первый санузел, большой. Так. Ай-яй-яй. Санузел пока никто не нравится. И вторая, смотрите, спальня, ну, вот эта уже прям огромная, со своим санузлом. Видите, красота какая. И со своим балконом даже. Эт. Вот, еще один балкончик. Ну, в принципе, все, по квартире все. Да. Давай, Саша, расскажи нам, сейчас присядем, да? Да, давай. И расскажешь нам, что там было не так с той квартирой, к чему переехал. Ну, и вообще свои наблюдения. Ты записал, как я тебя просил? Ну, так скажем, хотят записать, а потом... Запомнил, да, Гать? Ну, пожалуйста, у нас основные моменты есть. Ага. Давайте начнем, с чего все у нас началось. Соответственно, началось, и ты сам чувствуешь, я думаю, это курс. В любом случае, курс изменился, соответственно. А, ну да. Цена была при въезде... Кстати, да, вот эта ошибка, да, что вы в евро именно сняли. Да, мы снимали... Аня, садись сюда тоже, тебя не видать будет. А, да, да. Ты будешь голос сбоку. То есть, получилось, было 25, ну, как мы имел еще. Это, получается, на 2 феврале. 25 тысяч рублей. Рублей было, да. По факту у нас вышло, сколько там, 34 разогналы, да, по-моему, при максимальном рождении? Нет, мы снимали аренды оплаты 400 долларов у нас было. Но при въезде 25 тысяч рублей ты составляла по тому курсу. А потом доллар возрос, и у нас вышел где-то 30 тысяч. А, у вас в долларах было, не в евро. Да, в евро, в евро. Ксюша, смотри, кто ты. И вы, в общем, ну, дороговато, да, все-таки? Вышло дороговато, но есть еще другие минусы. Да, дальше выросла цена, раз. А второе, соответственно, получилось, что у нас режим, сработал режим закрытия, да, то есть, все позакрывалось. Получилось, цена выросла, а все условия у нас, как бы, остались прежними, да? Исчезли. А, условия в плане, что... Камама, не бассейна внутреннего, то есть, куда ходили. То есть, естественно, все закончилось. Ну, да, я тоже говорю, как в Сочи стало. Просто живешь. Хотя, вот, балкон здесь большой. Да, но там, понимаете, как получается, просто... Ой, понятно, что ситуация такая, да, там... Везде же это произошло, все это понятно. Вот, просто... Ну, получается, как, да, то есть, дороже, условия, наоборот, ушли. Да, да, да. Здесь такое нужно, конечно, рядодателям идти как-то... На уступки, да? Да, потому что, ну, ситуация изменилась. Ну, что делать, кто знал, да? Раз. Это первый момент. Второй момент, это по поводу... То есть, ну, холодная квартира, это была не южная, не южная, не восточная. Она, соответственно, получилась северная. То есть... Но вот это у тебя тоже не южная, вот это... Это юго-восточная. Ну, вот это... Ну, там где-то восток. Восток, где море, да. Восток. Мы так и не согрелись. Я бы даже так сказал, что мы... С севера Турции. Приехали до юга Турции. Ага. Здесь прям хоть нормально, хорошо, да? Я тебе говорю, там, как бы, даже, когда попозже было, ну, вечером, да, уже... Ага. Порхладно было. Порхладно было. Сейчас здесь нет такого. В Москве спокойно нет. Ага. Вот. И третий момент, что, ну, БТВ-вопросы мы столкнулись. Столкнулись с БТВ-вопросами, которые, так скажем, ну, мы как-то ожидали будут решаться, они не решались. БТВ-вы в плане? В плане воды. То есть у нас перестала идти вода. Были проблемы с водой. Вот эти нагреватели, они все-таки работают. Ну, это именно проблема жилого комплекса была? Нет, эти же нагреватели, вот эти, электричества, они же в квартире, да. Но они же в квартире стоят. Угу, проточные. Да, да, да. Не как у нас там, в России, там, текет, да, там, у всего дома проблемы. Это понятно. Ага. А если идет только нагреватель, он уже твой частный стоит. Ага. Соответственно, были проблемы, как бы, как мы хотели, ну, как мы думали, да, должно решиться со стороны как-то хозяйки, да? Ну, естественно, да. Да, ну, соответственно, получше. Ну, либо в счет оплаты, там, то есть вы там, сами нагреватели. Да, ну, ничего такого мы, конечно, нет. Не встретили положительного момента. Ага. Соответственно, плюс вот эта совокупность курса, вот этого всего. Нам пошли на встречу на один месяц, сделали скидочку, но это все через... Ах, тяжелые дискуссии. Ага. Вот, поэтому... Ну, в результате потеряла просто хозяйка, на самом деле, арендаторов, да? Да, 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 вот. Ну, как бы, мы депозит потеряли, соответственно. А, депозит не вернули вам? Да, потому что у нас был договор, что мы возвращаем, когда съезжаем через год. То есть надо год, да, прожить, чтобы они его вернули? Да, да, да. Поэтому здесь, соответственно, мы все взвесили, и, в общем, вот это... Потому что нам же еще зиму там жить. Ну, и, соответственно... Ну, и, соответственно... В общем, я, знаешь, как я сделал заключение? В таких квартирах, кто любит прохладу, вот прям жить в прохладе, да? Вот при эксорции в прохладе она подходит, и, соответственно, в сезон. Когда тут, говорят, будет жара. Мы пока не дождались жары. Что-то жары у нас нет уже. Мы пока ждем, ждем, ждем. В общем, все в ожидании. Вчера был один день жары. Поэтому... В общем, мы немножко, так скажем, климат чуть-чуть поменяли. То есть... Понял. Момент при выборе квартиры обязательно, вот, учитывайте этот параметр, да, то есть, в южную сторону. Ну, смотря, кто еще что любит, видишь, все немножко индивидуально. Илья, илья, илья. Тот и прохладу. У меня, слушай, у меня, получается, квартира выходит на северо-восток. И я бы не сказал, что она холодная. С утра, то есть, я просыпаюсь с первыми лучами солнца. Но сейчас уже нормально вообще стало. Не знаю, может она... Солнце попадает в квартиры с утра. Да, вообще залито полностью. А, то есть, не попадавше. То есть, она прогревает у тебя квартиру, солнце у тебя с утра попадает. Да, где-то до часа, где-то солнце, и все. И потом, когда самая жара, она уходит. Я такой, думаю, вот, идеально. Да, это идеально, чтобы когда самая жара не было. То есть, идеально это восточные окна. Либо, ну, распашонка на две стороны света. А у нас была северная сторона, и было очень холодно. Ну, плюс еще два, плюс один, да, она большая. Большая. Она была, ну, это тоже немного. Вот там, так, довольно-таки, квартиры шикарные такие. Сарские, я бы сказал, прям, место так. Хоромы. Да. Ну, что, по квартире вроде все. Еще сейчас мы пойдем спустимся. Ну, так вот, в целом, Саша, по Турции, по самой-то. Или что-то так и непонятно. Я тоже так и не понял. Так я и в море не покупался. Смотрите, тоже мне многие спрашивают, как вот прожили там, да. Три месяца. Давайте возьмем, возьмите все эти три месяца, да. Что за это три месяца вообще происходило в Бире и так далее. Поэтому еще нас тут закрыли, море закрыли. Поэтому, как это, объективно, никак. Я вообще хотел, объективно, даже если было бы все открыто, через год сделать объективную оценку. Потому что, во-первых, я бы тут себе, как говорится, горы обошел. Потому что я тут только два раза выбрался на горы, на один коньон. И все, да, то есть. И тогда накупаться, назагораться, вот тогда будет вся картина. Да, в общем, мы тоже нигде не были. Я тоже так Турцию не прочувствую. Мы с тобой сходили один раз на вот эту крепость, поднялись. Я что-то работал, работал. Думаю, ну, летом, сейчас сезон начнется и все, типа. Вы уже седели же, да, на одну гору куда-то, вот, с Карелой. Да, 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 кстати, тоже с Карелии. Так его еще и узнали у меня в Инстаграме. Говорят, о, там, типа, это мальчик с Карелии, девочка с Карелии тоже. Девочка с Карелии. Да, да. Что-то Карелов много здесь вот. Ну, ладно, потерпите чуть-чуть, еще чуть-чуть. Откроют Турцию и все. Думаю, ждем всегда. Хотя бы внутренний туризм, чтобы открыли, хотя бы море, чтобы открыли бы и уже. Да, терпим, терпим. Я говорю, хорошо, что у нас тут балконы такие большие есть. Представьте, люди сидят без балконов. Балконы большие, квартира большая. Сидим в квартире, вообще погода еще. Кстати, новости слышали, что отменили все комендантский час в Воланне. Все не будет больше. В Воланне, в Воланне, в сторисах. Друзья, вот видите, в сторисах у меня увидел, так что подписывайтесь на Инстаграм, сейчас ссылка появится. Ну что, пойдем посмотрим, что там внизу у вас, какая-нибудь структура. Людям покажем, кто нас смотрит. Да, а мы сказали стоимость аренды, ты говоришь? А мы сказали сам вначале. Что, Ань, мы с тобой обращаемся? Да, давайте все, пока, до встречи. Все, мы пошли вниз. Смотрите, вот Саша обращает внимание, такой плюс, я тоже о нем часто говорю, что можно прям на лифте спуститься в баню, да? В сауну, там, в детскую фибрику. В баню, в бассейн, да. Что не надо, но у нас тоже по комплексу нужно пробежать чуть-чуть. Зимой это не очень комфортно. Здесь, видите, спустился, и вот он ты. Ну, естественно, большой бассейн. Да, сейчас ничего не работает. Вот он, зимний бассейн. А, здесь у вас прям вода, да, водопатики, все текет, красиво. Говорят, вот его надо оставлять, чтобы приступ не разрушалось. Да, кстати. Так, вот здесь у них овечка опять. Ее ждет не очень хорошая участь, мне кажется. Да? Ты такая пушистая, жалко тебя. Айо, ракуй, айо. Айо. Эх, ладно. Да, то есть, получается, вот у нас балкон. Здесь все, с технику этажа, здесь можно, как раз, видеть детей, как все играет сюда. Соответственно, потому что в предыдущем комплексе у нас было все в другом блоке, все надо через дорогу переходить, дети и так далее. То есть, удобно, да, наблюдать за детечкой? Да, здесь она такая, вот говорю, в чем уютность, она, комплекс небольшой. Получается, в сауне все, кто из этого, как бы, дома, потому что там все из комплексов, все в одну, в одну точку приходить и так далее. Здесь, конечно, все. А там что? Еще что-то? Давай еще посмотрим. Тренажерка? А, ну да, мы еще не зашли. Не, вообще здесь, там, 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 там. Здесь тоже, да, у вас водопадик? Да, да, вот, массаж. Так, здесь что? Вот, и здесь, соответственно, здесь у нас все покомпактнее. Ну, есть сауна. Сауна. Овечку понесли уже. Небольшая. Сауна по компанию. А где этот? А, они открыли просто, я понял. Ну, ни запаха, ничего нет, все прям это. Это римская сауна. Или римская баня, точнее. Угу. Видишь, как компактная. Там-то все большое тут. Фарс? Да. Компактный для своих детей и фитнеса. Соответственно, да. Фитнес нормальный? Если. Или такой номинальный? Слушай, я такая, перед ним глазом, когда вам так, ну, это небольшая. Это детская? Это туалет. Детская вот она. Небольшая. Ага. Так. Общий туалет, таки классная. Общий туалет, да. Здесь тренажерка, да? Теннис. Футбол есть даже, кстати. Мини, да? Да, мини. Ага. Так что, я думаю, справлюсь. Бильярд стоит. Ага. Все. И фитнес. Круто. Все есть, да? Ну что, друзья, на этом все. Такие новости у нас от Александра. Как всегда, порекламирую Сашу инстаграм. Кому интересно, подписывайтесь. Там, наблюдать за, как они, все-таки у них семья из двух детей. Я такой, холостой. Саша тоже там ходит, все рассказывает, все показывает. Думаю, будет интересно. Сейчас инстаграм его появится у вас на экране. Да, так говорится, выкладываю, потихоньку начинаю выходить почаще, потому что сейчас мы ценим в этом режиме время. Ага. Прогулки надо чаще-чаще выбираться. Поэтому будем горы смотреть, обозревать. В общем, задавайте вопросы, Саша, в инстаграме. Он, в принципе, всем, да, отвечает. Стараюсь. Стараюсь, стараюсь. Старается отвечать, да. Ну все, друзья, на сегодня все. Поехали мы дальше. Да. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok